На русском переводчикам хвала. Они покровы сняли всех событий, произнесли Господь, а не Аллах, все размололи и просеяли носите. На русском разговорном языке хочу молиться, прославляя Бога. Я не пустынник, не монах, аскет, мне хлеба, хлеба пусть совсем немного. Евангелие на русском языке духовно пренебесное звучание, но выпирает нынешний язык ей небесноватого безумное мычание. Так циркулярный фарисейст-статист традиции корни оголяет, по-русски «ты сектант, баптист» и атмосферу визгом накаляет. На непонятном создается тайна, ключ разумения лишь у одного. Под скорлупой и ореховой питание, и в бане моется, как думаешь, ногой. Запаянный сосуд с холодной влагой, сундук закрытый, утеряли ключ. С непонимающим намного легче сладить. Сдирай, бодай, выталкивай и мучь. Дворяне на Руси и по-французски от слух скрывали тайный разговор. Так до Христа был доступ сделан узким, жаргоном феней пользуется вор. Цареву тайну надо бы нахранить, а о Господне возвеститься громко. Понятное, и молот бьет в гранит, а непонятное под саваном в сторонке. Плен вавилонский нам не по плечу, к смешению языков, как раки, пятимся. Я непонятный сорок лет учу под горницей и жду пятидесятницу. 18 августа 2001 года Продолжение следует...